I will leave you forever Всем привет, меня зовут Даша Кей И сегодня я поделюсь своими семью правилами подготовки к свиданию Это всего лишь мое мнение и правила не нужно брать за аксиому Первое правило Отсутствие перебора в косметике Самый популярный комментарий под моими видео А что же будет делать парень, когда проснется и увидит тебя без косметики То, что я делаю, всякие образы и перевоплощение Это не значит, что я так хожу в своей реальной жизни Макияж перед свиданием должен быть простой и легкий Но подчеркивает свою индивидуальность Я увлажняю губы, потому что они являются моей проблемной зоной Постоянно пересыхают Скрабирую и наношу бальзам Следующим этапом, безусловно, является кожа лица Я наношу легкий флюид, а затем крем для лица После этого использую патчи, чтобы убрать лишнюю отечность Характер женщины можно определить по ее бровям Какие брови вы себе нарисуете, так корабль и поплывет Прежде чем рисовать себе брови, я удалю ненужные волоски с помощью пинцета И если вы не Фрида Кала или нет такой определенной задумки То я рекомендую удалить волоски, чтобы не мешали прорисовке бровей И не обращали на себя лишнее внимание Особенно это касается области между бровями Задираю ее немного наверх, чтобы создать распахнутый взгляд И после того, как брови уже прокрашены карандашом Я перехожу к консилеру, чтобы убрать красноту вокруг бровей Завершающий этап фиксирую и текстурирую бровь Так она станет более заметной и естественной Поэтому помимо ухоженности и трендов Нужно следить за тем, чтобы форма бровей подходила чертам вашего лица Идем дальше, и я наношу консилер, чтобы нивелировать синячки под глазами Это тот минимум, который я всегда делаю Затираю поры и убираю красноту в области носа Также все это можно сделать консилером, если он тягучий У меня это хорошо пигментированный консилер от MAC Поэтому подойдет даже вместо тонального крема А дальше использую трио, фиксирующиеся хайлайтеры, контуринг и румяна Кремовые продукты нужны как раз таки для того, чтобы сохранить свою текстуру кожи Не допустить перепудренности лица и сохранить так называемый эффект макияжа без макияжа Лишний блеск с лица я убираю полупрозрачной, очень тонкой пудрой от Сенсая И этого будет достаточно, чтобы макияж продержался весь вечер и никуда не сполз Моя любимая маленькая хитрость добавить немного сухого холодного контуринга в ямочку скул Мой макияж на свидание почти готов, он очень простой Осталось выделить немного глаза тенями и прокрасить ресницы тушью Кто еще не пользуется керлером перед нанесением туши, очень советую Сама форма ресниц становится как будто бы другой и взгляд преображается Натурально с натуральностью, но хочется немного увеличить свои губки, особенно если они не подколоты Я буду делать свою любимую технику и нанесу коричневый карандаш для бровей на контур губ Даже чуть-чуть выйду за контур губ А дальше прокрашу их нюдовым карандашом полностью, смешаю и растушую их вместе И так получилось на мой вкус очень красиво, но я добавлю немножечко матовой помады, чтобы сохранить стойкость на весь вечер С макияжем разобрались, идем дальше Это не я придумала, об этом говорят психологи, что люди в первую очередь обращают внимание на ногти Я делаю маникюр дома сама и совершенно не обламываюсь, и мои ногти не обламываются Если я делаю маникюр дома, то это экспресс-вариант, потому что я в этом не специалист Но как выходит, так выходит Использую либо нюдовый шелак, либо черный У меня не такая большая палитра, но мне этого хватает Подстричь ногти, которые уже отросли с гель-лаком, и просто спилить верхний слой Это можно сделать буквально за 20 минут И лучше пойти с такими ногтями, чем с отросшим бугорком от гель-лака Чистота тела Запах пота Почему о нем все молчат? Я все пойму, если этот человек после тренировки, и у него не было времени забежать домой Или какая-то экстра ситуация Но если вы готовитесь к своей первой встрече, то, конечно, чистота тела очень важна Горячий душ — это дополнительная медитация, чтобы поймать волну самой собой Открыть все поры и подготовить тело для нанесения вкусного аромата Поэтому стоит позаботиться и подобрать свой аромат, чтобы он на протяжении всего свидания вас не душил Недавно я познакомилась с аромабоксами от Rendezvous Это профессиональные подборки, основанные на разных тематиках и брендах Я решила попробовать разносить топ селективных ароматов Это буквально лучшая подборка, основанная на предпочтениях других людей, собранная специалистами Кстати, по цене очень приятная по сравнению с полноразмерными селективными ароматами Каждого флакончика из набора хватает где-то на 35 распылений Так что можно попробовать разносить свой аромат Их удобно носить с собой в сумочке, либо закинуть в бардачок машины, либо взять с собой в путешествия А самое главное, что можно поносить все 8 ароматов И потом уже принять решение о покупке полноразмерного одного Но вы точно будете знать, какой вы хотите и какой подходит именно вам Из моего аромабокса мне понравился больше всего аромат Virtus Narcosis Я думаю, на Новый год сделаю себе такой подарочек и приобрету полноразмерный флакон Мне нравится рандеву тем, что у них большое разнообразие селективных ароматов Также косметики, которую сейчас трудно достать А по промокоду 10К будет скидка 10%, которая будет суммироваться со всеми акциями и скидками, которые уже есть на сайте Не перебарщивать с ретушью на фотографиях Я не против приложений, которые улучшают нежность Таким образом и самовыражаюсь я сама, но не стоит пренебрегать тем, что человек может вас тупо не узнать Я сейчас говорю конкретно про сайты для знакомств или отправку таких фотографий лично Несложными манипуляциями можно легко заиграться и перебарщить Просто посмотрите на мое фото до, мне становится страшно Вы думаете, что с этим перебарщивают только женщины? А когда мужчины размещают на сайтах знакомства третушированные фотографии, а потом ты их встречаешь И как бы хочется уйти сразу же домой Всегда хочется быть лучше и круче, чем ты есть И немножечко думаешь под ретуширую, и все будет нормально Ну, не заметят, это вообще никто не заметит Ограничимся тем, что не использовать и не перебарщивать с ретушью на сайтах для знакомств Мне нравятся объемные волосы Нельзя прийти на свидание с грязной головой Поэтому я сначала мою голову, обильно наношу шампунь, чтобы волосы аж скрипели Дальше наношу и не жалею кондиционер Его я потом тщательно смываю Заворачиваю волосы в полотенце Так хожу минут 10 Снимаю, они уже полусухие И после этого я наношу средство пенку от Taft И беру фен в щетку, которой начинаю накручивать волосы, собственно, на нее Останавливаюсь на кончиках, чтобы они были подкручены Придаю объем челке этой же щеткой И закрепляю ее на липучей бигуди Вот такой вот объем получился Но мне объема мало Поэтому я беру щипцы гофре и гофрирую прикорневую зону Вот это вот объем, да Теперь мне все нравится Гигиена полости рта Все знают, что чеснок перед свиданием лучше не есть Соответственно, почистить обычной щеткой зубы Дополнительно я использую ирригатор Если почистить язык, то дыхание станет более свежим То же самое касается межзубной нити Если вы ни разу не использовали нитку, то попробуйте И просто потом ее понюхайте После этого не останется никаких сомнений, что нитку нужно использовать на постоянной основе Пункт, который чистый для меня И лишнее напоминание мне Это чистота и аккуратность одежды Самовыражаться можно сколько угодно Если грязь это деталь вашего образа То, конечно же, можно это использовать Но чаще всего это просто какая-то неаккуратность Это моя большая боль, потому что я очень неаккуратный человек И мне все выпадает из рук Вечно я в чем-нибудь обляп Но одно дело обляпаться уже на свидании А другое дело прийти в грязной одежде Поэтому лишний раз, в том числе для себя Я напоминаю, что Дашуля, проверь, пожалуйста, перед встречей важной, перед событием, свиданием Свою одежду на наличие пятен Показать, что эта встреча для вас важна И то, что вы к ней готовились, совершенно не зазорно Это должно быть даже приятно для другого человека Я подготовила два наряда, которые можно использовать Как вариант одежды, которую можно надеть на свидание Также сюда я добавила украшения Я надеваю сейчас сережку и кафе Первый образ более романтичный и женственный Он подчеркивает элегантно и изящные черты Но второй не менее мне близкий Но это обычная футболка Украшения здесь добавляют индивидуальности И сразу говорят о характере Очень важно, с чего начинается ваше знакомство Поэтому задай приятный тон общению Своей улыбкой и хорошим настроением А может быть кто-то хочет быть кошкой на свидании И такой Ну это тоже можно Но мне кажется, что если вы человека не знаете То в идеале как-то с ним по-доброму общаться Я вот не люблю, когда я знакома с новыми людьми Они такие загадочные, такие сидят Я сейчас тебе покажу И ты не понимаешь Это все правила, которые я в первую очередь Себе советую вспоминать Когда готовлюсь к важной встрече Или новому знакомству Также надеюсь, что вам понравилось это видео Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Увидимся в следующих видео Пока-пока С вами была Даша Кей Субтитры сделал DimaTorzok